МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Проблема твердобытовых отходов в Казахстане достигла критического уровня. В стране перерабатывается лишь 9% мусора. Все остальное хранится на полигонах и наносит ощутимый вред экологии. Выходы из сложившейся ситуации искали участники Международного бизнес-форума, который прошел в Алматы. В его работе, помимо представителей отечественных компаний, занимающихся вывозом и утилизацией мусора, приняли участие инвесторы из Италии, Германии и Финляндии, а также руководители международных организаций. В рамках форума были презентованы казахстанские проекты, нуждающиеся в финансировании. Детали делового сотрудничества предприниматели и инвесторы обсудили в формате B2B. Всего запланировано порядка 30 таких встреч. Одна из них предполагает подписание трехстороннего меморандума между Казахстанским центром модернизации и развития ЖКХ, Союзом переработчиков из Италии и Казахстанской ассоциацией по управлению отходами. Иностранные инвесторы говорят, что готовы вкладывать, но прежде необходимо внедрить в Казахстане систему сортировки мусора. Такая норма в экологическом кодексе уже есть, но работать она начнет лишь со следующего года. Если вы будете делить мусор, в данном случае мы предлагаем пока двухконтейнерное разделение мусора, то уже качество и чистота вторичных материалов будет интересна бизнесу и интересна рынку. В настоящее время мы все в одно ведро бросаем, загрязняем таким образом и бумагу, и пластик, и стекло. И в таком виде, конечно, вторичное сырье имеет не очень хороший вид и имеет низкую цену. В Жамбылской области восстановили подачу голубого топлива для трех населенных пунктов. Ранее мы сообщали, что более 2000 абонентов остались без газа. На место происшествия были направлены специалисты. Они выяснили, что из-за мороза взорвалось место сварки трубы для среднего давления. Сейчас с их помощью участок полностью восстановлен. Новую школу на 600 мест дали в эксплуатацию в Уральске. Ее построили и по программе «Нурлыжол» в микрорайоне Деркул. Здесь также предусмотрен мини-центр на 100 дошколят. На строительство и оснащение учебного заведения инвентарем и интерактивным оборудованием потратили около полутора миллиардов тенге. В Деркуле 16-тысячным населением до этого действовала всего одна школа. С вводом новой удалось разгрузить старое учебное заведение микрорайона. В нем обучались свыше 2000 учеников, хотя рассчитано оно на 1200 мест. Но проблема с дефицитом школ в городе все еще актуальна. Четыре учебных заведения в Уральске по-прежнему работают в три смены. В городе порядка 8 еще школ надо построить, чтобы снять все вопросы на ближайшие 5-7 лет. Но я думаю, с той динамикой, которая сегодня наблюдается, то ежегодно порядка на 2-2,5 тысяч растет контингент учащихся. Поэтому этот вопрос всегда будет на повестке дня. Казахстанским аграриям упростят доступ к финансированию. Это произойдет с помощью удешевления кредитов и лизинга, развития системы управления рисками в растеневодстве и кредитной кооперации, а также за счет повышения эффективности субсидий. Об этом сообщили на совещании в Минсельхозе с участием заместителя премьера-министра, министра сельского хозяйства Мерзака Шукеева. Кроме того, планируется осуществление перехода от субсидирования страховых выплат к субсидированию страховых взносов. Учитывая, что Казахстан находится в зоне высокого рискового земледелия, где средняя годовая частота засухи равна 40%, ведомства посчитали необходимым создать фонд гарантирования катастрофических выплат. Он будет покрывать убытки севкостного производителя при наступлении рисков. Сегодня страхование в растеневодстве фактически не работает. Почему? Потому что для аграриев это невыгодно. Например, чтобы засеять один гектар, предприниматель тратит 25-30 тысяч тенге. Произошла засуха, а страховая выплата в таком случае 3,5 тысячи за гектар. И то для этого страховщики выясняют причину засухи и так далее. Мы сейчас хотим внедрить упрощенный вариант – индексное страхование. Тогда предприниматель сможет получить все 30 тысяч тенге, потому что страхование будет основано на региональной урожайности культур. В Восточном Казахстане активно развивает племенное хозяйство. Один из лидеров – Тарбогатайский район. Численность крупного рогатого скота там достигла 120 тысяч голов. В развитие животноводства сельчане вложили 550 миллионов тенге, полученных в виде льготных займов от государства. И в этом году они намерены реализовать порядка 200 проектов на миллиард тенге. Так в районе собираются построить убойные цеха и откормочные площадки. Всего по Тарбогатайскому району было проведено породное преобразование 26 тысячам голов. Это самый большой показатель по стране. В будущем мы намерены заниматься только племенным хозяйством. Так, за последние годы количество крупнорогатого скота увеличилось в 5 раз, лошадей в 3, а овец в 4 раза. Продолжаем выпуск. Более 300 турецких военных погибли в сирийском городе Африни в ходе операции «Оливковая ветвь». Об этом заявили противостоящие турецким войскам представители арабокурдских отрядов сирийских демократических сил. Организации отметили, что они потеряли 43 бойцов. Официально эта информация не подтверждена. В генштабе Турции приводят другие данные. Так, с начала операции турецким военным удалось нейтрализовать в Африни 343 членов группировок, признанных Анкарой террористическими. При этом они потеряли троих солдат. Заявление отмечается, что в минувшую ночь 13 боевых самолетов ВВС Турции уничтожили 23 цели террористов, в том числе укрытие, склады с оружием и огневые точки. Напомню, операция в Африни началась 20 января. В городе проживают полтора миллиона курдов и беженцев из других районов Сирии. Инициативы по ядерному разоружению, которые прозвучали на заседании Совбеза ООН, особенно актуальны в ситуации низкого уровня доверия между ядерными державами. Об этом говорят российские эксперты, подчеркивая, что предложение Нурсултана Назарбаева предоставить площадку в Астане для содействия решению северокорейской проблемы требует внимательного рассмотрения и обсуждения. Успех астанинского процесса до эскалации военных действий в Сирии уже доказал эффективность Казахстана в качестве посредника в решении подобных конфликтов. Площадка, предоставленная Казахстаном, сыграла свою роль. И я думаю, что еще будет играть дальше, потому что конфликт еще далеко не исчерпан. И как раз предполагается сейчас большая дипломатическая работа. Мы видим, что сейчас проблема северокорейская становится одной из главных, наряду и с сирийской проблемой, чего не было еще буквально пару лет назад. И поэтому, я думаю, что и внимание Казахстана к ней так было приковано. Тем более, что, как я и сказал, имеется опыт в разрешении вопросов, связанных с ядерным оружием. Наработанный опыт в предыдущих конфликтных ситуациях, посреднический опыт имеется в виду, здесь сыграет свою роль и тоже сможет внести свой положительный вклад. Отказ от сырьевой экономики и переход к развитию и производству новых технологий. Эта идея в послании президента Казахстана считает одним из ключевых представителей израильской интеллигенции. Профессор Аси Гай, руководитель кафедры промышленного дизайна, говорит о том, что он сам возглавляет несколько совместных казахстанско-израильских проектов и очень ценит интерес, который в Казахстане проявляют к новейшим израильским разработкам. К моей большой радости чувствуется, что руководство страны прекрасно осознаёт перемены, происходящие в мире, и направляет страну по правильному пути развития. Прежде всего, нужно прекратить основываться на нефтяном изобилии. Необходимо слезть с этой сырьевой иглы. Развитие транспортной инфраструктуры сделает страну удобной и доступной для товара обмена. Внедрение новых технологий поставит Казахстан в один ряд с самыми передовыми странами мира. А развитие местной умной индустрии при наличии собственного сырья поспособствует появлению на международном рынке качественной и чрезвычайно конкурентоспособной продукции из Казахстана. Страна сможет стать не только потребителем, но и производителем высоких технологий. Кыргызские специалисты должны быть востребованы в странах ЕАЭС, но для этого нужно менять образовательные стандарты. С таким мнением выступило Министерство образования Кыргызстана после консультации с предпринимателями. Бизнесмены активно выходят на евразийский рынок и говорят, для того, чтобы быть успешными, нужны рабочие кадры, подготовленные по современным стандартам. Медленно, но верно, Кыргызстан все глубже внедряется в процесс интеграции в ЕАЭС. После того, как местные предприниматели стали активно осваивать евразийский рынок, возникла необходимость в рабочих руках. Но при этом специалисты требуются подготовленные не по устаревшим стандартам, а по современным требованиям. Производственные запросы предприятий от крупных государственных до малых частных охватывают самые разные специальности. В Министерстве образования Кыргызстана сейчас занимается тем, что активно контактирует с бизнесменами, экспортирующими свою продукцию в страны Евразийского экономического союза. Работодатели участвуют, они дают нам конкретные предложения, чтобы мы учитывали, какие новые специальности открылись, например, требуются, востребованы в этом рынке, и с какими результатами обучения. Мы, учитывая их мнение, в настоящее время пересматриваем все образовательные стандарты соответствующих направлений, и там четко будем прописать, что в ВУЗ подготовили следующие специальности с такими-то результатами конкретно. Некоторые правила подготовки специалистов приходится менять, как говорится, на ходу. Большая часть ВУЗов и профессионально-технических лицеев обучает студентов по собственным устоявшимся стандартам. Между тем, предприниматели, которые, по сути, формируют заказ на будущих специалистов, рекомендуют обновить эти нормы. К примеру, можно привести туристическую отрасль. После того, как Кыргызстан стал членом ЕАЭС, в республику стало приезжать больше туристов. И для того, чтобы обеспечить качественный сервис, понадобилось внедрить отраслевые стандарты. Когда будут приняты унифицированные одинаковые стандарты по профессиям, по отраслям, отрасль, начиная, допустим, с рабочего, заканчивая генеральным директором, тогда вся отрасль будет видна. И тогда будут проблемы проемственности внедрены. И тогда видно будет, что должен знать инженер, а что должен знать просто рабочий. Вместе с этим Кыргызстан по-прежнему республика, чьи жители активно ищут заработок за пределами страны. Трудовые мигранты предпочитают для этого Россию и Казахстан. Как отмечают в Кыргызском министерстве труда, с каждым годом качественный запрос на рабочую силу меняется в сторону специалистов с высокой квалификацией. Единый рынок труда Евразийского экономического союза внес свои коррективы в местную систему образования. Она стала мобильнее, адекватнее и отзывчивая. Таковы реалии дня. Есть спрос, есть предложение. Единственное, о чем просят предприниматели, так это о том, чтобы их диалог с чиновниками от образования был постоянным. Бакычер Маша, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. А тем временем экстремальные холода в столице Кыргызстана привели к гибели 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Бишкека. Ранее МЧС Республики распространила штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в эти дни температура воздуха в горных районах опустится до минус 45. Все подразделения МЧС перевели на усиленные варианты внесения службы. Отменены занятия в школах. По прогнозам метеорологов, арктический циклон продержится на территории Республики до конца января. Морозы пришли в Жамбылску область. Резкое похолодание повлияло на поток автотранспорта на крупнейшей автомагистрали Западной Европы, Западной Китая. В минус 25 машины выходят из строя, водители вынуждены делать экстренные остановки. Особенно тяжело приходится тем, кто управляет транспортом на дизельном топливе. Вдоль трассы сейчас работает сразу несколько пунктов обогрева, где готовы оказать любую помощь. Буквально вчера в один из них доставили 52 пассажиров автобуса, сломавшегося на территории района Крара-Рыскулова. Водители не подготовлены, транспортные средства не подготовлены к зимнему периоду, резина. Также идет транспортное средство, видать, не осмотрено, и в результате этого, где-то в пути случается поломка. Если когда эта поломка случается, значит, наши инспекторы оказывают данным водителям практическую помощь. В Астане и еще в ряде регионов на выходных синоптики прогнозируют потепление, аномальные морозы идут на спад. Но школьники столицы и учащиеся колледжи первых торг-курсов 27 января снова не учатся. Об отмене занятий сообщили в Управлении образования. В ближайшие три дня не будет осадков в Алматы. Лишь 29 января столбики термометров покажут непривычные для мегаполиса 27-29 градусов ниже нуля. А дальше погода нормализуется. Впрочем, на оставшиеся дни января синоптики обещают стабильную погоду. В феврале будет тепло, ожидаются осадки. В Астане предстоящие три дня ожидается погода без осадков. Температура воздуха 27 января ночью составит 34-36, днем 27-29 градусов мороза. 28 января температура воздуха составит ночью 26-28 градусов мороза, днем 16-18. И 29 января температура воздуха ночью составит 23-25, днем 16-18 градусов мороза. И на этом пока все. Хорошего дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин